михаил добрый вечер у нас сегодня с тобой 2 беседа для тех кто увидит первую беседу она выйдет на youtube сегодня в ноль часов точнее завтра седьмого часа числа в ноль часов мы говорили самбо как здоровье для сберегающей технологии и много интересное о чем говорили там а сегодня мы говорим о женском самбо и возможно тоже затронем моменты здоровья но для зрителей хочу еще раз тебя представить михаил мартынов заслуженный мастер спорта старший тренер сборной команды по самбо женщин 23 года как ты сказал ты станешь по боевому самбо женского по боевому самбо будут проводиться в россии соревнования в мире уже про понял хорошо значит мы разговариваем с тобой как со старшим тренером женской сборной команды россии по самбо здравствуй роман здравствуйте уважаемые любители единоборств и так михаил женское самбо звучит по женскому но не женское это дело как мне кажется что вы скажете женское самбо это прекрасно наше к тому же русская поговорка говорит что на руси таких женщин очень много и коня на ходу остановит в горячую избу войдет вот поэтому женщин на руси крепких статных было всегда во все во все времена можно почитать исторические очерки всегда было много вот больше того скажу если о своей рубашке рассказать то у меня мама и его мама бабушка как раз женщины такие статные вот и моя мама когда была молодая она занималась лыжами велоспортом потом когда с папой познакомилась но когда я занимался самбо она говорила эх мое время не было секции борьбы для женщин я бы пошла бороться вот так что женщины реально хотят то есть их не дурачат они реально хотят бороться мериться молодецкой удалью если угодно если это корректно так сказать для девушек почему нет это прекрасно к тому же любая физическая активность наводит только красоту на женском теле ну и это разве может быть плохо согласен михаил ну женщина это понятие общее да но есть периоды у женском поле в женском до поле это девочка это девушка женщина как ты думаешь все таки в каком возрасте когда целесообразно начинать заниматься самбо девочкам или может быть уже девушкам начинать или женщинам и как этот процесс надо вести это рекомендации наверное вот тебя и родителям будет вести девочек нас заниматься самбо и тренерам которые будут заниматься и занимаются сама девочки и с женщинами с девушкой ну начальная стадия конечно очень интересная как правило приходят и мальчики девочки в одном возрасте секции и и все мы знаем что физическое развитие у девочек конечно наступает раньше чем у мальчиков сложность бывает в том что даже больше сложности для мальчиков потому что девочка попадает коллектив где в основном мальчики есть коллективы где может набирают какой-то талант тренерский есть видимо магнетизм какой-то мистика где много девочек сразу есть такие коллективы но если в большинстве своем то это коллектив мальчиков и там три-четыре девочки сложность для мальчиков в этой ситуации девочка она раньше развивается и сильнее и очень часто нарушая правила предписанные министерством спорта правилами соревнований нарушая эти правила девочка вставляет на соревнования вместе с мальчиками и там мы видим вот эти мальчишеские слезы когда девочка весит столько же сколько мальчик но она же развитие она берет у него и выигрывает это конечно большой удар по самолюбе мужскому да и тут здесь сложновато наверное именно мальчиком расти рядом с девочкой а девочки в этот момент так только лишь самоутверждаются и становится крепче ну а какие рекомендации бы если так вот давать с детьми но это те же самые от простого к сложному если мы пятилетнего ребенка мы это в прошлой беседе говорили учим сложным техническим действием но это неправильно у нас слишком сложный вид спорта в двигательном плане да не в техническом двигательном технику если рассматривать как выполнение приемов а не технику мотоцикла там в принципе сложный технический вид спорта поэтому также поэтапно в принципе она ничем не отличается и я уже сказал раньше развивается физически так что смелее что называется девочек берите в оборот а а михаил но вот сейчас вы сказали что в основном конечно в секциях самбо в клубах самбо преобладает мужской коллектив да ребят ребята девочек не так много вообще вы отслеживаете вот федерация самбо россии федерации самбо москвы как интересуются родители именно женским направлением самбо насколько она актуально и востребовано понятно что вы вначале сказали что есть женщины в русских селениях но все-таки насколько востребован интерес вот такой и что делает для этого допустим федерация самбо россии для того чтобы этот интерес еще больше поднять женском поле ну если взять город в котором я проживаю и тружусь и город москва да он очень большой и предоставляет широкий спектр услуг для населения от шашек и макраме до пения и рисования изучение языков танцы видов спорта не счесть спортивная школа у нас более ста и конечно скажем так удержать девочку или увлечь девочку прийти в москве секцию борьбы чуточку сложнее чем в регионах в регионах порой бывает тихое хорошее место и там два-три вида спорта на горы и в этом случае они как бы в приоритете но имеют некое преимущество перед московскими девочками именно вот эти тренеры для того чтобы вылавливать таланты из-за своего города из ближайших селений как мы это знаем тоже есть небольшой городок а рядом еще я селение сельские и оттуда забирают талантливых девочек к себе самбо и поэтому в москве с этим обстоит посложнее посложнее дела в регионах полегче ну вообще по вашему опыту я знаю что мы много лет были частью руководства московской федерации самбо входили в состав насколько именно женском девичьи или девушки возрос в целом возрос но потому что пошла в целом реклама хорошая у нас некогда несколько лет назад возглавлял нашу федерацию сергей львович байдаков у него были очень серьезные позиции в мэрии он был зам мэра по спорту и с его помощью с таким сильным президентом мы смогли самбо продвинуть в москве на больший более высокий уровень у нас была экспериментальная площадка самбо в школы теперь это по всей россии самбо в школу проект идет начинался вот у нас москве спасибо сергей львович это его поддержка его энергии его сила значит это все воплотило и теперь уже скажу еще раз по стране вот поэтому после вот такой вот хорошей рекламы у нас было очень много праздников больших которые мы устраивали и на красной площади и в днх и на и в лужниках и и где только мы не устраивали праздники самбо одним словом гремели как могли и самбо в целом вернулся интерес как и 70 80 годы количество занимающихся самбо было ну там зашкаливала скажем тогда и вот в 90-е годы был явный провал на сегодняшний день после вот такой мощной работы сергей львовича бадакова в москве явно вырос интерес населения самбо и девочек в том числе михаил я хочу вернуться непосредственно к девочкам потому что и конкретно вот вопрос допустим от родителя многие задают вопрос понятно что физическая активность это хорошо но все-таки это единоборство все-таки здесь есть какая-то такая агрессивность до обоюдная там если на велосипеде ты в принципе по большому счету соревнуешься сам собой до дистанции на лыжах тоже да есть соперник но он как-то немножко в стороне у тебя этой клюшки не бьет там балкой или колесом а здесь единоборство и многие родители говорят не опасно ли это особенно для девочек ну да вот это опять вопрос а нужно ли это опять а мужской это вид спорта или или женские вообще а женский ли да в первую очередь так установку вопрос такая ну могу отшутиться на этот счет знаю что одна девочка занималась вот самбо ее родители ей также предлагали там и танцы она она и говорит это маленький ребенок мама вот вот когда вот на улице вдруг хулиганы ко мне пристанут я им что танцевать перед ними буду то есть некие навыки самообороны которые получат ребенок на тренировке но это скажем так не гарантия стопроцентная да безопасности разумеется уличная драка это не не спарринг на ковре но тем не менее все равно какое-то преимущество какое-то ориентир какая-то возможность вырваться как минимум до преступника поэтому здесь на ворот родители должны быть спокойны и более того скажу моя супруга мастер спорта по самбо отдыхала в болгарии без меня потом ничего прекрасно пошел отхват человек который плохо себя вел был повержен на всю спинищу на кафель и потом сидел мирно на сторонке на стульчике весь вечер и больше никому вообще не приставал до этого он докучал всем просто и вот дошел до юлия и тут и тут был отхват так что вот эта сторона двух медалей да вроде мужской вид спорта да не мужской женщины как мужчины разных комплекций если девушка родилась такой но вот но строение ашкой до такой куколкой а так и останется куколкой а ну родилась другой комплексе но она будет вот такой комплекте который родилась если захочет остаться такой что будет работать над собой но будет другой более спортивный вот это вот это наверное еще раз второй вопрос который может возникать у родителей которые могут подумать так сказать в сторону минуса да не отдавать девочку самбо что занятия могут привести к изменению ее комплекции то есть допустим если девочка была крупненькая она станет такой более мужеловатый до такой вот более стройный станет она наоборот станет более стройный повысится мышечный тонус занятий будет и в любом случае скажем так если вот у человека до занятий борьбы ну разные бывают там сколиоз он уже появился да ну и художественная гимнастика я вам должен заметить сколиоз не исправляет если там все ох я пойду там художественную гимнастику ну при всем уважении я очень люблю разумеется и художественная гимнастика не исправит сколиоза в общем все дело а а то что она станет более спортивней вы были подтянутей это факт и михаил как сейчас обстоят дела сборной команды россии по самбо женской конкретно какие новые имена появляются какие регионы продвигаются вперед но сейчас явное усиление уже третий год наверное явное усиление идет екатеринбурга свердловская область если женском направлении смотреть свердловской область всегда была очень сильно там и верхней пышме мощнейшая секция мужская до клуб там угленка а сейчас и женщинами занялись в самом екатеринбурге клуб родина у них появилась возможность пришел очень сильный человек появилась хорошая возможность создавать условия от проживания питания ну разумеется до тренировочного процесса и сильнейшие спортсменки страны других регионов туда сейчас приезжают и становятся екатеринбургскими и в общем то это сейчас явное усиление ну конечно же как москвич скажу что и в москве у нас всегда на достаточно хорошем уровне женское самбо было конечно же что там греха таить уровень высших спорт высших достижений закрывается очень за счет большого количества легионеров так же как и свердловской области сейчас но тут вот такой что свердловский молодцы что и себя похвалю что у нас молодцы тренеры бриллианта получить это одно а вот не разбазарить это богатство это другое вот и свердловский это получается и мы с ним соперничаем это очень здорово а так конечно же женское самбо возникло и в нижегородской области в город выкса у них каждый год всегда в сборной команде по возрастам по девочкам по юниоркам по женщинам всегда будут представители один или двое которые поедут и будут бороться чемпионате мира и европы за сборную команду страны отгремела скажем так очень была мощнейшая школа во владивостоке в приморье владивосток там амазонки такая спортивная школа леонтьев ее возглавляет вот сегодня у них результат стал скромнее стал скромнее ранее был прям очень мощный сейчас аккуратненько не так видим отдыхают но мы ждем от что они ощетиниться и вновь выйдут на лидирующей позиции так что во всех а ну а краснодарский край не обсуждается там всегда умели бороться что мальчики что что теперь мы знаем и девочки очень красиво технически там какие-то школы вышеупомянутые они ограничиваются какими-то излюбленными приемами на всю школу там два-три приема то краснодарский край это кладезь талантов борется по всякому и за последнее время краснодарский край очень хорошо подтянул партер они отставали когда-то это уже в прошлом теперь они партера тоже не боятся так что в общем то по большому счету видите я называю практически все регионы и сибирь ты сейчас также у них хороший человек пришел также идет на подъеме чемпионка европы прошлого года сибирячка была из новосибирска в общем то в каждом регионе достаточно есть хорошие сильные коллективы поэтому по стране достаточно ровно идет конкуренция михаил вот вы смотрите поединке женские просматриваете как вы говорите наверное все таки исходите и только основной женский состав смотрите и молодежь женскую и на ваш взгляд какое преобладание где больше любят бороться девушки в стойке ли партой вообще традиционно самбо что и других единоборств на мой взгляд других единоборств в одежде преобладает всегда все таки борьба в стойке большинство борется стойке если мы возьмем самбо 80-х годов там правила несколько были или иными там штрафных система такая круговая сложная была и там люди понимали что чистая победа болевым приемом быстрее достичь там партера было побольше сейчас партер у нас как бы он остался но он не в таком большом огромном количестве как было ранее ну и девчата не исключение есть сильные партеровички причем что что должен заметить прыжок на руку так называемая висячка до прыжок на руку болевой прием со стойки чаще на соревнованиях выполняют девушки мужчины практически забыли этот прием они чаще делают рычаг колено со стойки а вот прыжок вот эту висячку вот надо вот это вот обратить на это внимание девчата любит прыгать вот так продолжая вопрос о технике самбо не знаю насколько это сложно для вас будет разделить но все-таки какие приемы в стойке наиболее часто используются девочки смотря из какой школы вот опять-таки возьмем краснодарский край там броски через и подсечки подхват и такая классическая техника возьмем нижегородскую область она большая там или при волжье даже да а мы уже больше увидим борьбы за косой захват броски через голову бычки проходы в ноги и там положи большое где-то там упор идет там как раз на бычки на болевые там на ноги идет упор на бросок через голову возьмем урал там уже такая вот такой хороший микс такой идет таких вот классических приемов через колен до со стойки каких-нибудь подхватов и вместе с тем выполняет такие уже такие самбийские вот эти бычки стригунки до передней подсечки с падением и так далее вот урал такой прям микс пожалуй так бы мог сказать и девушек это это я говорю не только вот принципе тенденция такая одинаковая что у мальчиков что у девочек но в партере наверное все таки тоже склонны все больше к болевым потому что здесь как бы быстрее можно завершить поединок ну скажем так в партере борются практически все нету таких что там в партере кто-то не борется давай там добивай его в партере то есть партере борются все михаил насколько миграция спортсменок самбисток сегодня происходит в другие виды единоборств отток если отток в другие виды единоборств но отток приток есть всегда да причем и как в одну сторону так и в другую что там греха таить из других единоборств к нам тоже приходит то есть те другие единоборства скажут ох ушел на самбо там бежал и также у нас все можем так заметить часто как бывает например появляется хорошая звездка талантливая девочка и по самбо она стреляет по юну ну по девушкам стреляет по девушкам показывает хороший результат там мир европа какая-нибудь детская и конечно же она не остается незамеченным олимпийского спорта в одежде и так аккуратненько раз и девочка переходит туда но что вот можно сказать ну сложно спорить с олимпийской медалью это конечно же такая большая замануха что называется да что не каждый устоит да не каждый останется преданным своему виду спорта тут ну чем же поделать конечно же сегодня появилась еще смешанные единоборства среди женщин где есть хорошие гонорары и ну туда уже избранные да у нас там марина махнаткина сейчас пробует себя все наверное следят многие кто за женскими наборствами следят знает курсе что многократная чемпионка мира сейчас пробует себя в мм и дай бог мы желаем ей удачи она сама прошла большой и сложный путь и яркий путь и дай бог ей достичь таких же высот и в другом виде единоборств да это происходит как туда как в одну сторону так и в другую к нам переходит также из борьбы из олимпийского вида спорта также к нам обратно возвращаются то есть такое знаете круговорот я бы сказал понимаю что когда речь идет о спорте высших достижений когда человек попадает в сборную команду страны тут конечно надо уже делать выбор потому что ну правило исправила и специфика все-таки различается тем более сегодня если там 15 лет назад правила были очень похожи это сегодня правило сильно различается и поэтому уже когда речь идет о сборной команде страны да тут надо конечно определяться для того чтобы более сосредоточенно готовиться к высокому спортивному результату либо по самбо либо по самбо либо михаил ну вот вы сейчас сказали что переходы да и из олимпийских видов спорта переходит в самбо и наоборот из самбо переходит в олимпийский все-таки здесь основная основная основной вопрос переходов чисто экономические или это все-таки какое-то другое ну все люди разные очень кто-то сильно зависит от материи да то есть день тот пойдет вот за деньгами а кому-то деньги даже не нужны но слава вот желание что по тебе говорили и что по тебе знали и что ты станешь выдающимся известным человеком превышает деньги и он уходит там и то и другое что мы можем найти допустим если мы говорим об оттоке из самбо в олимпийский вид спорта кто-то уйдет за славой кто-то уйдет за на ваш взгляд прошли достаточно большой путь самбо информационный повод или информационное наполнение пространства в россии по самбо сегодня достаточно высоко или ну по сравнению допустим там с 90-ми годами или сначала двухтысячными насколько она сегодня мощнее ну что там говорить конечно же сравнение с 90-ми годами мы сейчас просто выросли над собой сильно одна спортсменка хорошая входил в призы на операциях и кубка страны по женщинам у нее была дипломная работа как раз об информационном поле самбо она сделала интересный анализ и оказалось но если мы возьмем мировое эфир мировой эфир до мировой эфир то конечно же но самбо тяжело сейчас тягаться с дзюдо мы стараемся мы выросли намного мы стали больше мы вошли аж в евроспорт да а нас показывает евроспорт мы очень сильно выросли но тем не менее мы понимаем что мы пока что в роли догоняющих хотя эти соревнования тоже вот все таки правильно соревноваться с самим собой да если мы сравним себя с 90-ми годами то это просто гигантский шаги вот на полу вот прям это без преувеличения это гигантский шаг а если мы возьмем пространство внутри страны информационная то согласно вот этой дипломной работе исследований в этой работе получается так что мы даже опережаем другие виды спорта внутри страны о нас говорят чаще я думаю что это не без нашего президента это в первую очередь заслуга нашего президента Сергея Владимировича Елисеева президент всероссийской федерации самбо он очень активный человек старается чтобы самбо было везде и даже в космосе как вы знаете сейчас вот данный момент на орбите Олег Артемьев летит уже в третий раз он на орбите он мастер спорта по самбо и был в самбовке и поздравлял всех не раз с орбиты космического корабля всех самбийцев с праздником так что мы на самом деле действительно уже в космос чего там говорить Михаил возвращаясь непосредственно к женскому дзюдо и к вопросу о том дзюдо или самбо? самбо, прошу прощения к женскому самбо и конкретно к вопросу опять которые могут задать родители перед тем как вести ребенка девочку свою на самбо все-таки вы как думаете как достаточно большой специалист в области самбо не опасно ли все-таки да единоборство и как средство самозащиты научить девочку вы уже сказали что это хорошо но все-таки самбо изучать самбо невозможно без падений когда есть броски, сотрясения внутренние и так далее а все-таки девочка это будущая мама которой может быть возможно возникнут проблемы или со здоровьем или я не прав или все-таки не опасно просто вот для родителей еще раз сказать им что в принципе самбо да опасно но если надо внимательнее или самбо нет вообще и безопасно приводите так ну понимаю вопрос женщина действительно будущая мать и даже богиня для каждого мужчины мама богиня потом жена вот их надо беречь конечно же и здоровье в первую очередь ну что могу сказать ковер сам по себе мягкий когда ребенок приходит заниматься секцией борьбы его начинают обучать правильного падения с поворочками если а как правило я даже не видел ни одного человека который в итоге не научился бы падать ну вот нет таких это не сложно это достаточно элементарно именно с этого начинается обучение правильное падение правильный ковырок правильная самостраховка и сохраняет здоровье девочек Hast так что если у ребенка есть противопоказания к занятию спортом это неважно какой вид спорта будет легкая атлетика гимнастика САМБО есть противопоказания противопоказания по здоровью занимать спорта это один вопрос да не нужно рисковать если противопоказания от врача к занятию спортом нет всем хорошо идите смелее. Михаил, по поводу противопоказаний, как вообще, насколько широк вот этих спектр противопоказаний для занятий сам? Ну, я, конечно, тут не врач, я только лишь требую справку о хорошем состоянии здоровья от врача, который должен определить это. Поэтому, наверное, все-таки этот вопрос правильнее было бы к врачу адресовать. Но в любом случае, если очень плохое зрение, сложно заниматься самбо, хотя мы знаем ряд выдающихся самбистов с очень плохим зрением, боролись в партере на ощупь. Я сразу могу назвать Михаил Бурдикова, величайшего деятеля самбо, создателя Пстовской академии. У него было очень плохое зрение, он выходил, он стал чемпионом России уже в таком зрелом возрасте, по-моему, даже в 40 лет. Он партеровик чистой воды, у него зрение очень плохое. Были братья Лапкины, например, один из них три перенства СССР выиграл, а зрение у них в обоих очень, ну скажем так, далеко от совершенства. Врачи запрещают, но ребята все равно боролись и боролись на высочайшем уровне, их перенства СССР выигрывали. Хотя это запрещено. Ну и, конечно же, это болезнь, наверное, внутренних органов. То есть, падение есть падение, да, даже хоть и мягкое, но оно падение. Если есть какие-то заболевания, там, почек, мощь половой системы, конечно же, надо поберечься. Надо сначала привести данные органы в здоровое состояние, а потом уже приходить заниматься секцией самбо. Михаил, в наше время интервью по Зуму имеет некое ограничение, и в заключении я бы хотел попросить вас, чтобы вы продолжили мою фразу. Женское самбо – это... Прекрасно! Михаил, спасибо вам, что вы уделили свое внимание и рассказали нам немного о женском самбо, и немножко даже больше, чем о женском самбо. Я хочу анонсировать нашу третью встречу, которая состоится скоро, как мы с вами договаривались, и она будет о пляжном самбо в преддверии предстоящего чемпионата мира по пляжному самбо, который будет проходить в Израиле, и я бы хотел услышать ваше экспертное мнение по этому вопросу. С большим удовольствием расскажу все, что смогу. Ну, еще раз спасибо тогда, и до новых встреч! Большое спасибо! Всего доброго всем любителям самбо и других видов единоборств! Должен сказать в заключение, не последовал традиционный вопрос. Всегда задают. Какой? Всегда задают. А как же вот... Не трудно работать с женщинами? Такой вот вопрос. Хорошо. Одна минута. Михаил, не трудно ли работать с женщинами? И с хлыстом подхожу я, и с ласковым словом Репетирую дважды в течение дня Только тигр не знает, что он тренирован Потому-то и шрамов не счесть у меня И тигры у ног моих стели И так далее Конечно же сложно... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok